Все мы с вами знаем, кто такие цыгане, и вместе с тем не знаем о них ничего, будто все, кто нам о них рассказывает, показывает, писатели, режиссеры, настолько одинаково описывают их облик, будто бы существует какое-то уникальное и единственное правило, будто бы облик самой первой цыганки был точно таким же, как и сегодняшний. Напишите в комментариях, как по-вашему выглядит цыганка. Ну, наверняка это смуглая кожа, черные волосы, платок на голове, повязанный определенным образом, яркая цветочная юбка в пол и много-много золота. Ну, не мудрено, что мы именно такие образы представляем, потому что они часто нам навязывались через книги, фильмы, вспомнить хотя бы ту же Эсмеральду. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F, и это рубрика, в которой я рассказываю о моде и стиле в одежде разных народов и национальностей. Я уже говорила о моде по-французски, по-итальянски, по-корейски, более попсовой, так сказать, ссылки на эти серии найдете в описании. А сегодня мы с вами поговорим об одежде, которую носят цыгане, почему именно ее, и правда ли, что обязательно яркие пестрые юбки, много-много золота и танцы с бубном. Англичане традиционно называли цыган джипсис, испанцы гитанос, французы бомьян, венгры фараоново племя, азербайджанцы черные. В настоящее время все большее распространение в различных языках получают этнонимы от самоназвания части цыган, рома. Таким образом, во внешних по происхождению названиях цыганского населения преобладают три. Дружающее раннее представление о них как о выходцах из Египта, прозвище от синганас в значении гадатели, маги, обозначение черноты как отличительные особенности внешности, сделанные на разных языках. Культурные и социальные отличия цыган от окружающего населения, а также распространенные в обществе мифологические представления являются причинами высокого уровня антицыганизма, включающего враждебность, предубеждение, неприязнь и ненависть по отношению к цыганам, их языку и культуре. Антицыганизм может выражаться в дискриминации или гонениях по отношению к цыганам. Цыгане являются одним из немногих народов, подвергавшимся дискриминации и гонениям на протяжении всей своей истории. В новейшее время они одна из наиболее бесправных и дискриминируемых групп населения в Европе и России. Исторически цыгане считались колдунами и людоедами. Согласно исторически сложившемуся стереотипу, цыгане грязны, неграмотны, их язык и культура примитивны. Распространенным мифом является тотальная криминализованность цыган. Часто масштабы цыганской преступности и процент цыган, вовлеченных в криминальную деятельность, существенно преувеличены. Традиционно и до нашего времени цыгане часто обвиняются в похищении детей. Этот миф присутствует как в фольклоре, так и в искусстве. Такие литературные персонажи, как Эсмеральда и Фигара, в детстве были украдены цыганами. Основой для мифа послужило наличие в цыганских таборах светловолосых детей. В условиях традиционной многодетности бездетность была огромным несчастьем. Для бездетных цыган усыновить цыганского ребенка было почти невозможно, поскольку в цыганской среде оставшихся без попечения детей практически не было. Завоту о детях-сиротах брали на себя ближние или дальние родственники. По этой причине бездетные цыгане усыновляли не цыганских сирот, причем не путем похищения. Теперь быстренько пробежимся по некоторым традициям цыганского народа, понять которое возможно и трудно, но они одни из немногих народов, кто пытается сохранить свои первоисточные традиции по сегодняшний день. Кстати, если вы хотите поддержать меня и мой развивающийся канал, буду благодарна вам за донаты по этому QR-коду, либо по ссылке в описании на Boosty. Кочевники не могли оставлять накопленное в банке и покупать на заработанные предметы быта и дорогую одежду. Неизвестно, когда табор отправится на новое место. Поэтому действовали по принципу «все, свою, ношу с собой» и вкладывали деньги в украшения. К слову, тяжелые многоярусные аммонисты носили только замужние. Просватанной девушке позволялась разве что одна монетка на шее. В это сложно поверить многим современным людям, но во многих цыганских общинах и сегодня считается, что нижняя часть замужней и половозрелой девушки нечистая. Она называется у цыган скверной. Из-за этого любой контакт с ней может осквернить, за исключением интимной связи с мужем, даже если цыганка просто коснулась мужчиной юбкой. Причем это может быть наказанием за какой-то проступок или преступление. С этого момента такой мужчина должен держаться отдельно от табора. Спать и есть отдельно, пока цыганская община с совместным решением не разрешит ему вернуться обратно. У цыган считается позорным напиваться в присутствии гостей. По их традициям это неуважение ко всем присутствующим. Во время застолья и праздника всегда есть тот, кто не пьет алкоголь и следит за порядком, и при необходимости предотвращает конфликты. Возраст вступления в брак разный. Средний возраст 14-15 лет. Девушки более старшего возраста уже считаются перестарками. К совершеннолетию замужние цыганки уже имеют по паре тройки детей. Для них с невестой впервые могут увидеться на свадьбе. Такое тоже не редкость. Почему выбирали столь ранний возраст? Цыганам важно направить молодых людей по традиционному пути их предков, пресечь возможность разгула и как можно раньше обзавестись многочисленным потомством. Цыганские свадьбы характеризуются отсутствием каких-либо традиций разводов. Как правило, для цыган это редкое явление. Какой бы веселой ни была свадьба цыган, невеста и ее родня часто проливают слезы. И на это есть ряд причин. Замужней цыганке запрещено носить штаны. Теперь только платье и юбки ниже колена, а голова всегда должна быть покрыта платком. Запрещены встречи с подругами. На молодую супругу перекладываются все домашние дела. Она стирает, готовит, убирает за всеми членами семьи мужа. Супруга не имеет права перечить своему мужу, о каких бы вещах ни шла речь. Цыганской женщине запрещены измены, в отличие от мужчин. На самом деле, национальный цыганский костюм различался от страны к стране, менялся от эпохи к эпохе, пока не принял каких-то определенных форм. То, что в сознании большинства людей универсальный народно-цыганский костюм, начали шить кочевые цыганки Румынии в конце 19 века. После того, как в Румынии отменили крепостное право по расовому признаку, и цыгане получили свободу. Это широкая юбка с фаланами, лечащий бес, и просторная блузка с воротом, открывающим шею. А у замужних еще и платок, повязанный узлом на затылке, и огромный фартук, повязанный словно еще одна верхняя юбка. Надо добавить, что особенная любовь к розам не случайна. Из всех цветов цыгане считают розу самым цыганским цветком. Цыганкам Финляндии правительство платит за работу живыми музейными экспонатами, если они соглашаются всегда и везде ходить в народном костюме. Надеть его разок и забросить не получится. Свои же соплеменницы ревниво следят в современной ты одежде или традиционной. Если ты не получаешь деньги за ношение костюма, тебе не дадут в нем ходить. Но если получаешь за обычную купленную в магазине юбку, ты получишь нагоней. В качестве национальной одежды финские цыганки признают ту, в которой появились в Финляндии когда-то. Точнее, ее парадный вариант. Бархатную юбку на фижмах с серебряной тесьмой или белыми кружевами и бархатную кофту к ней. Чаще всего костюм шьется из черной ткани, иногда из темно-зеленой, сдержанной зеленой или бордовой. Чтобы ходить и сидеть в такой юбке непринужденно, требуется некоторая сноровка. Летом в костюме достаточно жарко, так что многие меняют кофту на кружевную блузку. Зато зимой никто не запрещает накинуть короткую дубленку или просто пуховик. В балканских странах и Турции цыганки очень часто носили пестрые шаровары. А также шаровары с юбкой, шаровары из юбки и намного реже юбку без шароваров. Платок на голове повязывался так, чтобы одним углом свисать по спине. От мусульманских соседей цыганки отличались тем, что никогда не закрывали лиц и в целом одежда у них была легче, в меньше слоев, чем у соседок. Могли быть также спокойно открыты руки до локтя, шея. Волосы почти обязательно выглядывали из-под платка. Цыганами в славянских странах очень ценились местные рубашки с вышивкой. Носить шаровары или нет, был выбор не связанный с религией. Православные балканские цыганки тоже спокойно их надевали и танцевали танец живота. Немецкие, французские, венгерские цыганки отличались тем, что зачастую носили довольно короткие юбки. Не по нашим меркам, конечно, а по сравнению с другими европейскими цыганками. Юбка изначально могла быть длинной, но по мере того, как обтрепывался подол, его просто отрывали, чтобы выглядел приличнее. Многие знают яркий национальный костюм испанских цыганок. Юбки в горох с оборками и длинным хвостом, блуму с испышными руколами, кружевная шаль. Правда, ассоциируется он обычно только с танцем фламенко, который как раз традиционно исполняли именно испанские цыгане. Такой вид национальный наряд тоже принял довольно поздно. До второй половины 19 века хитаны одевались куда проще и скромнее. Зачастую их одежда ограничивалась юбкой с относительно коротким подолом и блузкой, открывающей шею. Но тогда и петь, танцевать их звали намного реже, и в ярком народном костюме не было необходимости. Интересно выглядит традиционный костюм английских цыганок. Он удивительно похож на костюм, в котором идет по лесу английская красная шапочка. Цыганки Англии любили красные накидки с капюшоном. Впрочем, и других цветов накидки тоже бывали, например, встречались зеленые. Кроме того, они постоянно и везде ходили в нетабров с корзинками, продавая разную мелочь, вроде картинок на стену или самодельных прищепок, а путь предпочитали срезать через лес. Часто головной убор у цыганки был тоже яркого цвета, желтого или черного. Такая яркость была нужна для того, чтобы потенциальные покупатели или любители гадания увидели цыганку издалека. Что касается остальной одежды, то английские цыганки предпочитали носить примерно то же, что и местные, разве что могли спокойно ходить без кофты в одной сорочке на теле. Юбкам они по надобности обдирали подол точно так же, как и их сестры на континенте. Нельзя пропустить мимо глаз одежды, в которой цыганки Европы проходили довольно долго, покинув Византию. Это сочетание рубахи, плаща через плечо и тюрбана или ленты на голове. Подол рубахи любили декорировать тесьмой. Отдельные детали этого костюма сохранялись у разных цыган еще очень долго. Хотя бы вспомнить тюрбаны русских цыганок, например. В наше время цыганки ходят все больше в обычной одежде, но в их образах все равно присутствуют элементы национальных нарядов, такие как платок на голову, юбка в пол. Их можно как любить, так и ненавидеть, уважать, бояться. В любой национальности есть как плохие, так и хорошие. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте в ней негативных комментариев. Цыгане как культура интересовали меня с детства, поэтому сегодняшнее видео я посвятила именно им. А вы мне можете написать об одежде какого народа мне поговорить в следующий раз. Буду рада пообщаться с вами в комментариях. Всем прекрасного настроения и пока-пока!